Медиа-персона года. Премия Комсомольской правды в Петербурге. Медиа-персона года. Премия Комсомольской правды в Петербурге. Мы начинаем. 16.03. Добрый день. И вот то, о чём так долго говорили журналисты Комсомольской правды, запускается прямо сейчас. Мы начинаем марафон, посвящённый Медиа-персоне 2021 года. Я напоминаю, что вообще премию Медиа-персона Комсомольская правда с 2015 года выручает ежегодно. Но в этом году у нас история особая. Особый формат, потому что в данном случае Медиа-персон и предлагали, и выбирали наши читатели и радиослушатели. Ну а собственно, что из этого вышло, сегодня вы узнаете. Ну в общем, лучшие из лучших, самые известные и самые обсуждаемые будут приходить сегодня к нам в эфир. И начнём мы сегодня с Екатерины Борисовой. Это генеральный директор кардиоклиники. Кардиоклиника – это первая в России частная кардиологическая клиника. Екатерина – генеральный директор, она же главный врач. Понятно, что кардиолог, доктор медицинских наук. Здравствуйте, Екатерина. Добрый день. Добрый день. 16.33 в Петербурге. И мы продолжаем наш марафон. В нашей студии сегодня на протяжении дня побывают настоящие герои. Люди, о которых журналисты рассказывали в своих публикациях. Да, и вот этих вот лучших из лучших выбирали в том числе и вы, наши читатели. Я бы сказала, не в том числе, а именно вы выбирали в этом году. Не, ну мы тоже там немножко присоединились. Но на самом деле, вот человек, который сидит сейчас рядом с нами, он у нас вызывает не просто искреннее восхищение, но и преклонение, потому что он не просто врач. Он по-настоящему совершил подвиг. Вот в наше время, в 21 веке действительно есть место подвигу. Значит, смотрите, Антон Георгиев. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте. Анестезиолог, реаниматолог больницы Святого Георгия. В мае 2020 года он спасал пациентов не только от коронавируса, но и от пожара. Потому что 12 мая в палате реанимации вспыхнул один из аппаратов ИВЛ. И Антон, первым заметил огонь, вместе с коллегами эвакуировал 15 больных. В итоге, этим летом, читатели «Комсомольской правды» выбрали... Большинством голосов. Большинством, да. Выбрали Антона главный медиаперсонный год в номинации «Доброе сердце». Слушайте, Антон, я вас поздравляю, но мне кажется, другого решения у наших читателей быть и не могло. 16.46 в Петербурге, и мы продолжаем наш радиомарафон в прямом эфире. И к нам в студию приходят, боже мой, один за другим герои, герои, герои. Это вообще фантастическая какая-то ситуация. И наш нынешний герой – это бронзовый призер Олимпиады в Токио. Михаил Артамонов. Михаил, здравствуйте. Приветствуем вас. Медиаперсона года. Премия комсомольской правды в Петербурге. 17.03 в Петербурге, и это не просто премия, друзья мои. На самом деле, это тот самый момент истины, который отмечает настоящих героев в нашем городе. И мы с Ольгой Маркиной, меня зовут Олеся Крупанина, мы, собственно говоря, что-то прям в трепете от всех гостей, которые приходят в эту нашу студию. Это просто фантастическая история. Мы напоминаем вам, что вы, дорогие слушатели, дорогие читатели, дорогие зрители, выбирали этих героев. Не просто выбирали, но еще и предлагали. И поэтому вот сейчас в нашей студии... Амбассадоры Петербурга. Очередные победители, да, амбассадоры Петербурга. Ну тут я просто с трепетом и с радостью представляю этого молодого человека. Это выпускник лицея физико-техническая школа имени Алферова, правильно я понимаю. Амир Ахундианов плюс его отец. Ну вот захотела Амир с отцом. Андрей Ахундианов. Приветствую вас, друзья. Здрасте. 17-16 в Петербурге. И мы продолжаем наш захватывающий, я бы сказала, радиомарафон. Потому что пока какие-то у нас гости совершенно фантастические. Но вот наш следующий гость далеко не фантастический, потому что это наш старый добрый знакомый. Коллега, мы бы даже сказали. Это главное. Коллега, да. Ну, собственно говоря, главный редактор петербургского нашего дневника. Привет. Кирилл Смирнов. Привет. Спасибо тебе большое, что ты пришел. Медиа-персона года. Премия комсомольской правды в Петербурге. 17-33 в Петербурге мы... Цвет культуры. Цвет культуры. Да, нет, на самом деле я напоминаю, что мы продолжаем приветствовать наших героев. Людей, которых посчитали героями именно вы, наши слушатели и читатели. Более того, вы же их и предложили, дорогие друзья. А вы их предложили, вы за них проголосовали. В общем, во всем виноваты вы. Поэтому у нас в студии... Поэтому у нас в студии Александр Пелевин. Наш замечательный гость и человек в номинации, победивший цвет культуры. Цвет культуры, да. Саша, привет. Да, всем привет. Медиа-персона года. Премия комсомольской правды в Петербурге. Здесь у нас такая дорожная-автомобильная история. На ближайшие 11 минут главным героем Медиа-персоны года является автомобиль. В этом году черт что происходит. Судя по всему, еще будет происходить черт что с 1 сентября, например, на очередное повышение цен. Я Дмитрий Делинский. В гостях у меня Сергей Зеленьков, гендиректор компании Супротек. Сергей Михайлович, добрый вечер. Медиа-персона года. Премия комсомольской правды в Петербурге. 18 часов 3 минуты. Мы продолжаем наш радиомарафон. Но на самом деле не только медиа-персоны сегодня у нас. А то есть артисты тебе не медиа-персоны, да? Нет, конечно, они медиа-персоны. Просто я хочу напомнить всем нам, я лично об этом забыла внезапно, что вообще-то сегодня некоторым образом день кино. Праздник у нас, праздник, который, собственно, мы можем и отметить. И, собственно, отметить его можем в эфире. Ну, вот в данном случае с двумя замечательными петербуржскими, насколько я понимаю, правильно я понимаю? Да, Михаилом Вассербаумом и Олегом Абаляным. Артисты. Ну, Михаил, конечно, артист, но сейчас у нас он в качестве режиссера, да? Да. По некоторым образом. А так часто бывает, знаешь, вот как снимался, снимался, а потом понял, как, и стал снимать. Повзрослел, да. Нет, я понял, как не надо. Медиа-персона года. Премия комсомольской правды в Петербурге. 18-16 в Петербурге. Вот так весело с шутками и прибаутками. Мы продолжаем наш героический совершенно эфир, потому что сегодня наша главная тема, конечно же, это герои. И мы вспомнили, что у нас нынче День российского кино, а, конечно же, ну что у нас тут за главное кино сейчас? Понятно, Шугалий, часть 3. Шугалий 3.0. Ну, да, собственно, кино еще в процессе. Надо сказать, что поэтому мы ничего не узнаем, Олеся. Нет, мы сейчас все узнаем. Пытье. Согласен. Да, стоять. Бояться. Все сейчас узнаем. У нас поменялась диспозиция в студии, потому что у нас в предыдущей части был режиссер и исполнитель одной из главных ролей. А сейчас у нас пришли люди закадровые такие, да, сценарист Владимир Измайлов и креативный продюсер Генри Кен. Медиаперсона года. Премия Комсомольской правды в Петербурге. 18 часов 33 минуты. И вы думаете, вот смотрите, прям не просто медиаперсона. Если вы смотрите видеотрансляцию, то вы видите, какое количество народу у нас тут в студии. Все фотографируют, щелкают, снимают. Казалось бы, да, Кот Ахилл в студии «Радио Комсомольская правда» в номинации «Герой». Кот Ахилл у нас уже был героем, и поэтому мы его с удовольствием позвали. Мимимометр у меня вот, например, уже заклинил. Я прям даже не знаю, как представлять остальных гостей, а они, между прочим, реально тоже, в общем, народные герои. Да, это прекрасный Александр Федоров, директор Центра «Велес». Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И Анна Кондратьева, конечно же, прекрасная хозяйка нашего замечательного Ахилла. Ахилл, к сожалению, пока не говорит, но я думаю, что... Это временно. Это временно. С нами заговорит даже Ахилл. Да. Ну, начнем, наверное, все-таки с прекрасного Центра «Велес». Вот вы уже 15 лет со своими помощниками в реабилитационном центре, что называется. Приходите к вам лечиться и корова, и волчица. И жучок, и паучок. И медведица. Кто у вас есть сейчас? Были и козы, и коровы были. Медведи, олени, лошадки. Ну, фактически все, что есть. Все, что движется. Все, что есть в лесу, да, правильно. Все, что движется в лесу, все у нас есть. А как так получалось, что к вам вот эти все, так сказать, в хорошем смысле слова «тварь» приходили и приносили? Слово «тварь» нехорошее. Слово «тварь». Не, ну почему, как же, попарим. Когда-то мы открывались как центр ластоногих, да, в медвежонок. Да, да, да. Медведей у нас в голове не было. Не ластоногие явно. Потом как-то в 10-м, по-моему, году не было тюленей, не было. Появился медвежонок, который на пост ГАИ пришел, покусал медведя. Они там с ним пытались фотографировать. Вот они его к нам привезли. Мы его куда-то пристроили. Потом следующий медведь появился. Потом плюнули. Я говорю, берите всех. Потому что пошли там сотнями птицы, аисты и прочее, прочее. Аист ломал крыло там, да, все приносят вам и аисты. Да, да, да. И медведи. Слушайте, я у вас льва видела. Шесть. В смысле шесть? Боже мой, где вы взяли? В последний день у нас пять львиц и... Где вы берете такое качество? В основном конфискованные, вот, есть конфискованные фотографы. За парки, да, вот эти пацаны? Кто-то пытался там научить их что-то в цирке делать. Мы забрали или выкупили. Вот Зевса нам парня, красавца, подарили. Ну и подождите, и когда лев дорастает до нормальных своих львиных размеров, что вы с ним делаете? В смысле у нас сидит Эльза. Большая? Львица, килограмм двести пятьдесят. Ань, только не крупный острый. Не львя, я бы сказала, да. Крупный острый. Да, конечно, они 20 часов в сутки спят. Поели, спят, поели, спят. Порадуются, подойдешь, почешешь, пока не спят. А вы прямо вот так, как дрессировщики, что называется, руками? Знаете, как до определенного возраста, наверное, или какого-то времени определенного, я, конечно, бегал там по лесам, собирал этих всех животных. Каждый год от бешенства кололся, потому что обязательно был покусан. Боже мой, да вы дарил практически. Да, а потом как-то это все вот уже устаешь, да. И сейчас у нас вот есть, допустим, Вероника. Она называется «Мама лосей». То есть все лоси выросли у нее на руках, выкормлены, выращены. И кроме нее, вот, они все знают, что это их мама, да. И вот, если я даже захожу к ним, но они могут копытом врезать. Ну, прекрасно. Но при этом они тоже знают вас, да, в лицо, в знаках. Нет, конечно, конечно, меня все знают. Ну, в лицо, по запаху, наверное. Все животные меня знают, узнают. Прежде всего. Я как-то, когда ковидом месяц не появлялся, так медведи обиделись. Я пришел, они развернулись. Сделали вид, что вас не знают. Месяц нет и так далее. Слушайте, вот пока мы на самом деле разговариваем с Александром Федоровым, ни на секунду не прекращается щелканье нашего, значит, замечательного Ахилла, который в ожидании своего часа эфирного, вот там у нас за дверью, он дико устал, потому что он перепробовал, по-моему, ручки всех, да. То есть человек 30, наверное, его подержал на руках, с ним сфотографировался. И тем не менее, он ведет себя очень достойно. Анна, каким образом вам удается, вот он не бесится, не мяукает, не огорзается? И ведь это не собака, то есть коты дрессируются, как сказал в свое время Куклачев, очень непросто. Ну вот он отвернулся, я его прекрасно понимаю, брезгливо отвернулся человек. Но вообще, почему он такой воспитанный? Как это может быть с кошкой? Ну, вы знаете, мы прислушались к его пожеланиям. Чуть ближе к микрофону, пожалуйста. Мы прислушались к его пожеланиям. Он не очень любит себе подобных котов. Ага, понятно. То есть он предпочитает людей. Он предпочитает людей. Он очень человекоориентированный кот. Интересно. Ему нравится быть в центре внимания, то есть ему нравятся объятия, крепкие объятия. Да вы что, редкий кот любит такое. Да, он вообще, мне кажется, честно говоря, не кот. Потому что настоящий кот, это когда приходишь в гости, а кота нет, он сидит в шкафу. Где-то там. И может быть, когда-нибудь покажется. А Ахилл это тот самый персонаж, который, мне кажется, спустился из космоса, наверное. Откуда он появился в Эрмитаже, никто не знает. Но, тем не менее, он, мне кажется, такой действительно очень человекоориентированный. Очень любит быть в центре внимания. И что самое удивительное для кота, он очень любит детей. Детей любит. О, боже мой. О, ничего себе. Вот нам надо познакомиться. Моему сыну надо тоже обязательно познакомиться. Не надо, а по пощадинку этого кота замечательного, это во-первых. А во-вторых, ну, это кот какой-то действительно совершенно высшей интеллектуальной категории. Потому что, ну, по логике вещей, все коты на свете должны ненавидеть детей. Ну, это очевидно. Ну, тут еще у нас есть некий сюрприз для зрителей. Мы же знаем, что кот Ахилл это же не просто кот. Это наш, можно сказать, талисман. Это наш оракул-предсказатель. Анна, ну, скажите, вы как-то это, ну, воспитывали изначально в коте? Да я думаю, что кот воспитал во мне жреца просто своего. То есть я жреца кота Ахилла. Я уже больше не ветеринарный врач, наверное, уже не основатель музея кошки. Я жрец кота Ахилла и человек, который спит с самым медийным котом. О, два года. Вот, спать с героем, это приятно. Спать с самым медийным героем? Это еще приятно. А если там белый и пушистый? Да, давай, тонкий лед, Оля. Давай не идти по этой дорожке. Это я к чему говорю? К тому, что сегодня прямо на наших глазах мы надеемся, что кот Ахилл предскажет нам, наверное, самый волнующий вопрос. Он даст нам, наконец, ответ. Ну, а как это будет? Какой вопрос для тебя сейчас самый волнующий? Вот, знаешь, для меня, например, мне так надоел этот коронавирус. Давайте так. Вот зададим вопрос коту. Вот да или нет? Вот закончится в этом году, это ужасная, совершенно чудовищная пандемия, которая извела всех уже, кажется. Уже сил никаких нету. Всем и в работе мешает, и в личной жизни. Анна, попробуем. А что нужно сделать для этого? Что для этого нужно сделать? Ну, так как какой-то Ахилл имеет свою ахиллесовую пяту, он ничего не слышит. Так, то есть он сейчас не слышал все те приятные слова, которые мы ему говорили? Нет, нет, нет. Он чувствует, что вы это говорили от сердца. Вот он очень хорошо слышит то, что идет от сердца. Тогда, значит, он вас услышит. Давайте все вместе подумаем по миске с табличкой «да», и все-таки постараемся, чтобы он сделал правильный выбор. Да, давайте. Я, кстати говоря, сейчас нашим слушателям, пока вы готовите кота к этой волнующей миссии, я скажу нашим слушателям, что мы поймем, потому что у нас в студии сейчас куча народу, которые снимают вот, ну, как бы этого замечательного кота. У нас еще и там, где сидят наши звукорежиссеры, бедные, они обвешены людьми, которые тоже это, значит, снимают, машут. В общем, очень волнуются. Ну, давайте, да. Барабанная дробь, кот Ахилл должен выбрать... Так. Ну, друзья мои, все по-честному. Корм одинаковый. Вот тут уж вот... Мы нюхали оба. Ну, вы поняли, да? То есть... Ну, надежда остается. Нет, надежды не остается, Анна, к сожалению. Значит, вот я... Малыш, спасибо тебе за честность, вот что я тебе скажу, дорогой мой. Ты не посмотри, что он очень неохотно ест. Не жадно. Слушайте, не жадно. Это не значит, что, да, его, к сожалению, голодом. Но, к сожалению, все правда. Как от коронавируса мы не избавимся. Ну, по крайней мере, в этом году, да. Потому что кот Ахилл, на самом деле, сколько, Анна, по статистике, сколько он правильных ответов дает? Ну, почти 93%. Ну, друзья мои, 7% вероятность погрешности у нас есть, конечно. Но вы, я готова согласиться с котом Ахиллом и его предсказанием. Ну, а что делать? Слушайте, Александр, вы тоже волновались, да, я смотрю? Потому что вы вытягивали шею. Он настолько устал уже, мне кажется, он от всех отворачивается, то есть, говорит, все уже до 100%. Ну, по крайней мере, у него есть возможность поесть, это уже большое. Закусить. А, Александр, вот у меня к вам вопрос. А у вас наверняка есть какие-то, ну, вот, любимчики, правда? Всегда же такое бывает. Ну, кого ты чуть любишь больше? На сегодняшний день нет. У меня был Сенька любимчик. Сенька, это кто? Сенька, это медвежонок, да? А, медвежонок, да. Ну, он сильно болел, поэтому... Что он сделал? Надо перешел. А, надо перешел. Ну, это потому что когда-нибудь все-таки это закончится. Да, да, да. Окей. Надо было время засекать. Кто приезд? Нет, кто приезд. Да, так медвежонок Сенька у вас был. Давайте в миску. Нет, уберем. Ну, к сожалению, он... Все болячки у него были какие-то возможные в мире. Ну, и с тех пор, ну, очень печально. Поэтому я как-то стараюсь... Любимчиков не завалить. Мне все любимы. А как ваш день проходит? Тут у нас уже буквально минута... Я так понимаю, с утра до ночи вы... Нет, давайте так. Это мое хобби, это не моя работа. Ах, это еще и хобби. Это хобби, это не моя работа, поэтому я не могу целыми днями там находиться. Мне еще работать надо. Поэтому я даже каждый день не могу там находиться. Скажем так. Значит, сейчас вот приоткрыли дверь вовне, как говорила Масяня, наружу. И там наружу, там такое происходит, то есть там такой шум. Очевидно, люди среагировали примерно так на выборка от Ахиллы. Я в итоге так и не поняла. Скажите мне, Анна, вы находитесь рядом? Все-таки большее предпочтение он отдал да или нет? Закончится коронавирус или все-таки нет? Мне кажется, что он сначала проголосовал разумом, а потом сердцем. Увы, Анна опять-таки развеяла мои сомнения. Ну что ж, когда-нибудь, надеюсь, это кончится, но, видимо, не так быстро, как нам хотелось бы. В студии «Радио Комсомольская правда» были народные герои наши, да, совершеннейшие. Александр Федоров из Виллиса и Ахилл, предсказатель его хозяйка и жрица Анна Кондратьева. Спасибо большое, друзья. Удачи вам. Медиа-персона года. Премия Комсомольской правды в Петербурге. Медиа-персона года. Премия Комсомольской правды в Петербурге. Продолжаем наш марафон. Медиа-персона года и лидер читательского голосования в категории напередовой. Дмитрий Леознов, доктор медицинских наук, директор НИИ Гриппа имени Смородинцева. И именно под его руководством, ученым впервые удалось расшифровать геном коронавируса. Дмитрий, ну, во-первых, мы вас поздравляем. Спасибо большое, что вы совершили такое открытие. Совершили такое открытие.